Оппозиция в Иванове вновь вышла с пикетом в поддержку Дмитрия Рукавишникова, своего друга, а теперь еще одного из фигурантов по болотному делу. 6 мая истории будет год, а страсти продолжают накаляться. Сейчас Дмитрий дожидается суда в СИЗО, стал понемногу выходить на связь с внешним миром и даже писать стихи. Он передал их через брата. Теперь лирика опубликована в живом журнале. Он размышляет, почему, грубо говоря, он здесь. Зачем это нужно людям, которые всю эту кампанию затеяли, которые начали сажать и репрессировать. Делать прогнозы, чем в итоге закончатся болотные репрессии, пока сложно. Сторонники и друзья Дмитрия верят, что главное для него сейчас – это поддержка. Впрочем, как и для остальных политических узников. Если поднимется волна защиты, то может быть и приговоры. Приговоры у них будут все равно, это понятно, но приговоры могут быть уже намного мягче. Потому что общественное мнение. Сейчас товарищи Дмитрия пишут ему письма. На пикете для всех желающих были предоставлены адреса СИЗО, где содержатся фигуранты болотного дела. Суда Дмитрий Рукавишников ждет 2 июня. Предположительно, в этот день для Ивановца будет избрана мера пресечения. А пока в Москве появился плакат в поддержку Рукавишникова.